Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TICMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 23 июля, а предлагаю я к рассмотрению валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар. На сегодняшний день они продолжают рост. В прошлом обзоре мы ожидали развития нисходящей коррекции, однако она так и не случилась. Пары вместо этого продолжили рост и накануне показали довольно сильный импульс, который окончательно показал свое намерение на продолжение роста. Итак, австралийский доллар по пути нисходящей коррекции идти не стал, вопреки ожиданиям пара выросла, причем общий рост был достаточно сильным. Со второй попытки был преодолен ключевой уровень 0.7020, выступавший разворотным, после чего цена стремительно поднялась к уровню 0.7145. Этот уровень показал сопротивление, поэтому его сразу преодолеть не получилось. Сейчас котировки торгуются как раз в этой области. Судя по всему, невозможность преодоления закрепления выше этого уровня даст старт развитию локальной нисходящей коррекции. К тому же, после столь бурного роста, вероятность более или менее нормальной коррекции довольно высока. А поскольку ключевые уровни сопротивления были преодолены, логично перейти с нисходящего приоритета на восходящее. Это значит, что после коррекции следует ждать нового витка роста. Ну и вот, что касается актуального графика, на данный момент закрепление пары ниже уровня 0.7145 будет означать старт нисходящей коррекции, которая может продлиться вплоть до уровня 0.7020. Эта отметка является ключевой, которая отделяет цену от развития нисходящего тренда, поэтому достижение этого уровня станет сигналом скорому возобновлению восходящего движения. В случае успешного теста и последующего отбоя от него, рост может возобновиться, где первой целью будет выступать последний локальный максимум на 0.7145 с потенциальным проходом до отметки 0.7205. Сигнал на углубление нисходящей коррекции и отмену текущего сценария будет получен при снижении пары ниже разворотного уровня на 0.6993. Ну и вот новозеландский доллар повел себя аналогичным образом. Ожидаемые коррекции мы не получили, рост продолжился, поэтому сценарий не был реализован. Пара некоторое время проторговалась ниже сопротивления на 0.6564, однако впоследствии преодолела его и выросла к уровню 0.6667, немного выше которой сейчас и торгуется. Поскольку разворотный уровень на 0.6595 был преодолен уверенно, можно теперь говорить о переходе к сценарию с восходящим трендом, который будет приоритетным в ближайшей перспективе. Тем не менее, судя по актуальному графику, это не исключает в целом вероятность нормальной нисходящей коррекции. Старт для нее будет положен, если цена вернется под уровень 0.6667. В этом случае целью станет ближайший уровень поддержки на 0.6592. Тест и отбой от нее даст шанс покупателям возобновить восходящую тенденцию к новым локальным максимумам с первой целью в районе 0.6719 и потенциальным проходом до отметки 0.6758. В свою очередь при снижении и закреплении пары ниже разворотного уровня на 0.6564 будет дан сигнал на углубление коррекции. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.